Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня еще раз хочу поговорить с начинающими огородниками о капусте и о важности правильного выбора даты посева. Я вот две статьи уже выложила в огородную азбуку для того, чтобы начинающие, наши новички, поняли, как все-таки отсортировать, как вот этот установить порядок, какие в первую очередь мы сеем, какие во вторую, какие можно подождать. Как выбрать те сорта, которые нужно посеять в первую очередь. Работает ли здесь принцип, по которому мы сеяли томаты? Сначала позднеспелые сорта, потом средние и в конце уже скороспелки и ранние. Нет, томатный принцип у нас с капустой не работает. Как я уже говорила, она ни подруга ни томатом, ни перцем. У нее почти все наоборот. И также со сроками посева у нее наоборот. В первую очередь, если скороспелые томаты мы сеем в последнюю очередь, то у капусты мы сеять начинаем именно со скороспелок. Сейчас буду подробно рассказывать, почему именно эти сорта мы сеем в первую очередь, чтобы те, кто начинает, поняли сам принцип выборы сортов. Вот смотрите, взяла, к примеру, вам июньскую. У нее 79-112, но буду говорить 80-110 дней. Поэтому, чтобы получить урожай, нам нужно ждать 3 месяца. Но, так как это капуста специально мы сеем для получения раннего урожая, а она должна быть в июне, именно вот видите, она написана июньская, значит, мы ее должны кушать не в июле, не в августе, не в сентябре, когда будут уже и другие сорта. А именно в июне эти скороспелые сорта специально выводятся для того, чтобы в самом начале лета, когда нет еще никакой витаминной продукции, когда нет еще у нас даже порой огурцов, про томаты вообще говорить нечего, ни про арбузы, ни про дыни, нет ничего в это время. Капуста скороспелая у нас должна быть на столе. Это наши самые-самые первые витамины. Салаты, пирожки, тушеная, например, с мясной отбивной. Это очень хорошая поддержка организма после вот этого зимнего авитаминоза. Поэтому смысла поздно ее получать? Нет, она именно должна быть рано. Значит, 3 месяца. Если мы хотим покушать уже 20 июня, например, я даже не начало месяца беру, отсчитываем назад 3 месяца, значит, 15-20 марта мы должны были ее уже посеять. Тот, кто хочет, например, 10 или 1 июня, вообще в начале марта должен был ее посеять. Я вам это рассказываю числа, примерный принцип. Вот если 20-30 июня вы хотите ее покушать, июньскую именно вот эту, значит, сейчас, конец марта или начало апреля, крайний срок, нам нужно ее обязательно сеять. Посеете, например, 1 апреля, считайте 3 месяца. Это май, июнь, июль. И еще неделю на всхоршисть. Только 10 июля вы ее получите. Но это и то, это неплохой результат. Но если мы отложим на средину апреля, как некоторые могут в апреле посеять, некоторые ее сеют даже в начале мая, и получают ее также в сентябре, в конце августа, какой смысл тогда? В это время уже в сентябре, в августе подоспеет уже и другая капуста, не только скороспелая, средние спелые сорта будут. Смысл весь теряется, выращивание скороспелой капусты, если мы будем сеять поздно. Все, вот про эту капусту. Ее сеять нужно именно рано, именно в первую очередь, только для того, чтобы получить ранний урожай. Ни для чего другого она у вас не сгодится. Ее обычно не солят, ее нельзя на хранение закладывать. Очень мягкие, кочаны рыхлые, она не хранится долго, она никуда больше не подходит, только в еду, в употреблении, в свежем виде. Все, у нее маленькая урожайность, но она нужна нам именно для поддержания нашего организма в начале лета, когда ничего еще нет. Все, про ту, которую, вот почему июньскую сею я в первую очередь, я рассказала. Дальше, есть еще второй, вторая группа капуст, которые мы должны сеять рано, рано, рано. Я так краем уже проходилась, потому что по этой теме, но сейчас я более подробно расскажу, чтобы каждый человек понял, почему именно эти сорта мы сеем рано, а не другие. Вторая группа, вот, это те позднеспелые, но тут написано даже среднеспелые и позднеспелые, у которых очень длительные вегетационные сроки. Вот смотрите, 150 дней, даже 160 дней. 150 дней, это уже 5 месяцев, 160, это еще больше. Прибавьте к 160 дням еще на проращивание, на всхожесть. Московская поздняя, например, ей нужно полгода, чтобы она сформировалась, созрела и показала нам все свои сортовые характеристики. Я сейчас очень подробно об этом говорю, потому что некоторые думают, что если качан сформировался, он большой и плотный, значит он уже поспел. Это далеко не так. Вот этой позднеспелой капусте, обучены те, которые используются для длительного хранения, для квашения, нужен еще какой-то период созревания, чтобы они выстоялись, именно выстоялись на кусту. Вот они уже сформировались. Некоторым кажется, что они уже поспели, но они еще далеко не поспели. Если вы их срубите раньше времени, они не дадут тот результат, о которых заявляет производитель. Например, на некоторой пачке написано самый идеальный сорт для квашения или написано хранится до полугода в свежем виде. Но все это вы получите только в том случае, если вы ее вовремя посеете, если она свои полгода прорастет в земле, в грунте, все это у нее естественным образом, все процессы, вот эти созревания пройдут, и только тогда она у вас полгода будет лежать. Недозрелый качан никогда полгода вы не сможете хранить. Еще что про поздние сорта. Ну, конечно, в первую очередь, вот эти мы сеем поздние, они обычно те, которые для длительного хранения. Или вот, вот видите, написано, используются для употребления в свежем виде, для хранения и квашения. И этот уже сорт отличается долгим сроком хранения. Поэтому, если вы хотите хранить капусту долго, до весны, то лучше всего сеять ее рано. Вот давайте по московской поздней посчитаем. Ей нужно почти 6 месяцев. Если вы посеете, как некоторые говорят, что мы сеем просто в грунт, ну там выставляем какой-то тазик, лоточек, прикрываем, ну в начале мая, там в средине мая, и она быстро всходит, и бывает, что и догоняет. Ну посчитайте, если вы даже 1 мая посеете, ну пусть там она пока взойдет 10 мая, отсчитываем 6 месяцев. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 10-20 ноября, выходит, что она только созреет. Ну вот у нас в Сибирском регионе 10-го и 20-го ноября уже сугробы по колено в огороде, и мороз может быть до минус 20-ти. Ясно, что мы уже давно, за 2 месяца до этого срока, срубаем всю капусту, уносим на хранение все. Это значит, тот, кто посеет ее, даже в начале мая, срубит ее незрелой, пусть они будут большие, тяжелые, плотные, но они будут недозрелые, и вы никогда не получите, она не раскроется для вас в полной мере вот эта капуста не покажет своих сортовых характеристик, какие она могла бы вам показать. То есть, она долго не прохранится, она может начать гнить изнутри или где-то там снаружи, она не будет такой вкусной в заквашенном виде. Вот это все нужно учитывать. И вот смотрите, скороспелую, например, вы если не хотите сеять очень-очень рано, если у вас нет условий, вы можете сместить посевы хоть на неделю, хоть на две, хоть на месяц, тогда вместо июня просто покушайте эту раннюю продукцию в июле или в августе. Это как выбор остается за вами. Хотите очень ранний урожай, посеете сейчас. Не хотите ранний урожай, не важен вам, посеете через месяц. Но если со скороспелыми сортами это допустимо, то вот с этими, которые вы хотите хранить или квасить, такого выбора у вас уже нет. Если вы сместите на месяц позже, то качество капусты у вас сразу же снизится. Рассказываю это именно за тем, что для новичков это очень важно. Не каждый человек определит, например, по кочану капусты, осенью подойдя к нему, созрел он или нет. Как по ней? Вот вы только начинаете, например, ясно, что вы подойдете к капусте, потрогаете. Тугая, тяжелая, крепкая, все. Многие думают, что она уже готова. Нет. Можете узнать о ее зрелости только по дате посева. Всегда записывайте дату посева капусты, тогда вы узнаете, когда ее уже можно будет рубить. И вот эти прошлогодние фото, у меня нынешних фото, конечно, еще нет. Хочу вам показать. Вот в прошлом году я сеяла в марте свою рассаду, выставила ее на улицу. Я говорила, что она холодостойкая. Вот как в доказательство холодостойкости хочу вам показать вот эти посевы. Они и снег пережили, и мороз пережили. Все эти сеянцы у меня выжили. Все они были очень крепкими. Так что, если вы посеете рано, и у вас нет условий, ну, выставите их потом просто на улицу. Будет у вас как на выживание. Но я даю вам гарантию, что минус 2 и минус 3, например, и маленький снежок там какой-то, вашей капусте не грозит. Она, видите, делается такой у них фиолетовый стволик. Она будет закаленная, крепкая. Она не будет вытягиваться. Будет такой коренастой. И если к определенному сроку, когда вы ее на постоянное место будете садить, у нее будет 6-7 листьев, как должно быть уже у капусты, то она созреет у вас вовремя, и все у вас пройдет удачно. И посеете. Если посеете вовремя, то вовремя соберете урожай. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И вот это вот подробное, подробное, очень подробное такое описание того, как мы выбираем, почему мы выбираем в первую очередь именно самые скороспелые и самые позднеспелые сорта. Казалось бы, они совсем разные. У одних очень короткий срок созревания, у других очень длинный. Но получается, что все этих нужно вместе и в очень ранние сроки. Одни для того, чтобы быстренько съесть, а другие для того, чтобы они как можно дольше постояли в естественных условиях и созрели. Все желаю всем в этом году научиться выращивать рассаду и не только рассаду, но и получать хороший, вкусный урожай капусты.